итак очередное воскресенье я готовлю на кухню нож от алексея кабанова также известного как планета план такие вот такой красивый чехольчик чехол нож из с 90 вид от их а в длину клинок 175 ширину 40 и в обухе 3 миллиметра задумался нож как мясной и по остаточному работа с овощами крупная нарезка задачи ставил перед ним выезд на природу охотничьим ножами это делаем резать продукты мне неудобно и вот такого красавца не сделал алексей кабанов сейчас вы увидите как я им режу определенные продукты начнем с курицы нож в работе уже более месяца на кухне только и мы пользуюсь смотрю как себя ведет из 90 и насколько хорошая сталь насколько долго держит заточку пока все хорошо в этом плане нож ни разу не правился затащил более месяца назад пользуюсь так Вместо измерения микроволновки немножко уже это приготовилась по мясу шикарный нож удобный классная рукоять цепкий прям кайфу с него действительно вот вроде бы чисто мясной а уже целый месяц работаем прям все остальные ножи пока это немножко отдыхают ушли в отпуск с появлением этого ножа не скажу что он прям лучше всех режет нет абсолютно об этом просто у него как харизма есть и сегодня хочется именно этим ножом порезать потом следующий в следующий день берешь открываешь ящик смотришь на все свои ножи и опять рука тянется к нему шикарный но все молодец а 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 Думаю, вам курицы мало, поэтому будет еще горбуша. Сразу же отрезаю хруст и на равных 7 частей медальонок сантиметра два. Думаю. Обязательно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Но при этом салфетку уже особо не режет. В каких-то местах еще. Так, продолжаем. Доску поменял под овощи. Начнем с картошки. Как же он режет картошку? Ну, задача от него стояла просто порезать ее пополам. Но этого делать не будем. Будем это более интересно делать. Кольца будем делать. Рез вообще прям хороший, замечательный. нож способен резать кубик в минимуме движений. Давайте еще один картофон порежем. все, красота. Винталия. Лук. Тоже без проблем. Да, кончик, конечно, это не деликатный. Залазить сюда. Немножко ехать. Но если немножко потренироваться, то нужно научиться так, что этот момент будет не замечаться. вот так. Далее мы режем помидор. Помидор мне нужен кольцами, поэтому режу именно кольцами его. Огурец. С огурцами вообще никаких проблем нет. Огурец. Огурец, мне кажется, любым ножом режется хорошо. Посмотрим, как налипают маленькие кусочки. Огурец. Ну, в принципе, минимально разлетаются за пределы доски. что для меня, в принципе, тоже является допустимым. Без проблем. Ну, раз огурец порезал, надо порезать зелень, подсолаться сразу же. Пусть будет. Вообще без проблем. Напоследок будет морковь. К сожалению, морковь прошлогодняя каламбурза 300, да? И она немножко мягенькая, то есть вот. И, скорее всего, идет не в зачет, что смотреть на ней нечего. Ну, за этот месяц, который я пользовался этим ножом, могу сказать, что по моркови он, конечно, не очень выдающийся режет. Допустимо, если его отрезать именно вот в такой манере, то есть прям вообще никаких проблем на морковке нету. Но если прям жесткий давать ему этот тест и прорезать морковь вдоль, на корейскую морковь, там что-нибудь такое. Ну, он, конечно, немножко это затруднительно проходит этот тест. А именно вот в таком режиме, то есть у него проблемы нету. Хоть на свежий, хоть на вот такой немножко это. Ну, не то что вялый, но уже мягкой морковки. Что могу сказать по этому ножу? Нож мне очень нравится. Обалдею от него. Неспроста, я последние месяцы им только пользуюсь. В пользовании есть много ножей, но именно этим я пользуюсь. Вот, замечательный нож. У Алексея не сказать, что получилось. Получилось это, кому это сопутствует, удача. Здесь нож выверен, сделан в лучших его традициях. То есть человек знает, что делает. Молодец, молодец. Похвалил мастера и нож. Нож мой, замечательный. Мне очень нравится. То есть все, что я хотел, в этом ноже было реализовано. Спасибо Алексею. Спасибо вам, что вы это посмотрели видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok